1 сентября за школьные парты сели миллионы российских детей. По традиции открытые уроки для ребят проводят министры, губернаторы, известные общественные деятели. В акции ежегодно участвует и президент. На этот раз Владимир Путин общался со школьниками, победителями международных олимпиад и конкурсов, которые собрались в подмосковном Солнечногорске. Разговор получился очень личным. Президент поделился историей своей семьи. А после открытого урока неожиданно приехал в село Тургиново Тверской области. Там жили несколько поколений его предков. Обо всем подробнее Алексей Петров и Алексей Головко. Огромная территория. Все это новый кампус мастерской управления Сенеж. Вот гостиничные корпуса, там чуть дальше образовательные площадки. И теперь учиться здесь одновременно смогут полторы тысячи человек. В пять раз больше, чем раньше. Открытый урок президент России проводит для 30 лучших школьников-медалистов и победителей олимпиад. Глава государства рассказывает о личной истории своей семьи. Вспоминает письма деда, которого сам никогда не видел. В них и трагедия военного поколения, и стойкость нашего народа. Он пишет, в том числе описывает, как бабушка погибла. Они лежали где-то в окопах, там, жители деревни. И пулю попала немецкая ей в живот, и она умирала на его руках. И вы знаете, очень слова какие мне просто в душу запали. Он рассказывает своему сыну в письме о последних словах бабушки. Она понимала, что она уходит от жизни, и он понимал. И она ему говорит, не плачь, не расстраивай меня. Вы представляете, какая глубина отношений? Она умирает и переживает за него, за то, что он расстраивается, ну, так она и сказала, и плачет. Вы понимаете, какая глубина отношений у простых людей? Какая любовь? Вот когда мы говорим о наших традиционных ценностях, мы имеем в виду в том числе и это. Вот эту внутреннюю любовь, которая лежит в основе отношений в нашем обществе. И потом даёт характеристику и даёт наказ своему сыну на фронте. Бейте этих гадов. В письме, в обычном семейном письме. Таковы наши ценности. Как же их не беречь? Они составляют основу нашего бытия, нашей жизни. Я понял, почему мы победили в Великой Отечественной войне. Но победить такой народ с таким настроем невозможно. Мы абсолютно были непобедимы. И сейчас таким являемся. В аудитории школьники со всей страны, в том числе и из новых регионов. Одиннадцатиклассница Кристина Куля из Краснодона, где даже лицей назван в честь героев молодой гвардии, предлагает чаще посылать учиться по обмену в Китай. Школьники из Китая могли бы приехать к нам, познакомиться с нашей многонациональной страной, культурой, высшими учебными заведениями. А российские школьники, соответственно, таким образом получили бы огромное колоссальное количество опыта и знаний о Китае, непосредственно находясь в их стране. А ты очень китайский? Планирую начать. Такие стажировки нужны обязательно, согласен Путин. Стремительное развитие двусторонних связей требует и большего числа специалистов. Достаточно скоро у нас будут мероприятия и встреча будет с председателем Китайской Народной Республики. Он меня называет своим другом. Я с удовольствием называю его своим другом, потому что это человек, который очень много делает, лично делает для развития российско-китайских отношений, связей, причём в самых разных областях. И мы с ним обязательно обсудим, что можно сделать ещё по этому направлению. Изучающая семь языков Дарья Серая из Смоленска спрашивает, можно ли в школах сделать общедоступным освоение восточных языков, например, китайского. Оно было бы крайне востребовано, говорит президент. Ведь роль Запада в глобальной экономике сокращается. Недавно бывший президент Франции Николай Саркази опубликовал статью, где говорит о будущем развития мира. Я во многом с ним согласен. Вот он говорит о том, что до 30-го года, что ли, в Африке уже будет проживать 2,5 миллиарда человек, а в Европе только 450 или там 430. А Азия? Там в Китае полтора миллиарда человек, в Индии полтора миллиарда человек, в Индонезию уже 300 миллионов. То есть это объективные процессы. Они даже не связаны с современной мировой или внешнеполитической конъюнктурой. Центр экономической, как это всегда бывает, и центр политической жизни постепенно будет смещаться в эти регионы. Разговор заходит об изменениях в школьной программе. С этого года вводится трудовое воспитание, которое должно помочь ранней профориентации. Да и сами ученики станут дисциплинированнее, отмечает президент. Вот в стройотряде я работал, мне была присвоена квалификация плотник 4-го разряда. Я до сих пор этим горжусь. Хотя я не стал плотником 5-го или 6-го, но у меня, как видите, по-другому сложилась судьба. Но я вот это помню и с удовольствием об этом говорю. Потому что научился что-то делать своими руками. Это важно. После открытого урока глава государства передал мастерскую управления «Сениш» в качестве подарка большую российскую энциклопедию. Владимир Владимирович сегодня наше мастерское управление открыл традицию, чтобы все наставники мастера, которые у нас преподают, приезжали сюда с книгами. Я думаю, что через несколько лет это будет самая увесистая и серьезная библиотека для всех управленцев нашей страны. Мастерское управление «Сениш» уже сейчас словно целый город. Вот аудитории и творческие студии, которые могут трансформироваться. Это зал-амфитеатр почти на 800 мест. Там сейчас заканчиваются отделочные работы. Инженеры и проектировщики использовали уникальные технологии. В центре кампуса огромный триколор. Высота флагштока почти 50 метров. Учиться сюда приезжают и предприниматели, и госслужащие. Десятки образовательных программ ежегодно. Подготовку уже прошли 60 тысяч человек из разных субъектов страны, в том числе и из новых российских регионов. Для ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей крайне важен опыт, эффективные технологии, наработки из разных регионов страны. Очень здорово, что сегодня многие, кто уезжал с Донбасса, из Новороссии, возвращаются туда. И не меньшее количество людей, которые никогда исторически там не жили, но которые хотят сегодня внести свой вклад в развитие этих регионов России, восстановление. Оно сейчас начинается очень стремительно. И вот пример. Школа в Мариуполе на 1100 мест, которую возвели за полгода. Преподаватели и ученики по видеосвязи присоединяются к разговору с президентом. В школе можно учиться вождению, на симуляторах, заниматься киберспортом, авиамоделированием, робототехникой. Кроме того, библиотека укомплектована новыми российскими книгами и пособиями. Когда мы, в особенности в освобожденные города и районы, попадали в библиотеки, я вам скажу, где-то волосы шевелились от той литературы, которая там находилась. И это, конечно, вызывало очень серьезное сожаление. Ну а теперь мы уже получаем и распределяем новую литературу по библиотекам. На связи с президентом сразу несколько регионов, в том числе Дагестан. Новая школа в Махачкале крайне важна для микрорайона и позволит избежать третьей смены. Там теперь учатся около 300 детей военнослужащих в Каспийской флотилии, а также более 100 детей участников специальной военной операции. А назвали учебное учреждение в честь героя СВО майора Алексея Суханова, погибшего во время обороны одного из поселков в ДНР. Я считаю, что сохранение памяти о наших героях является важным аспектом в воспитании наших детей, воспитании в них чувства патриотизма к своей родине, чувства любви к своему народу, чувства любви ко всему российскому, русскому. И подрастающее поколение должно знать свои герои и должно также знать историю своего отечества. Также хотелось бы поблагодарить вас, Владимира Владимировича, поблагодарить руководство Республики Дагестана за то внимание, ту помощь, поддержку, которая оказывается сейчас членам семьи военнослужащих в части специальной военной операции. Спасибо вам, Ирина Николаевна, за позицию, за вашу, за мужество. Хочу пожелать вам успехов, в том числе воспитания детей. Будем делать всё для того, чтобы вам помочь. Начиная с прошлого года, уже отремонтировано почти две с половиной тысячи зданий школ, где учится миллион детей и подростков. До конца 2024 года предстоит кардинально обдавить и переоснастить ещё более полутора тысяч образовательных учреждений. Кроме того, закладка новых школ, где будет идти обучение на русском языке, начинается сразу в трёх городах Киргизии. Старт торжественно дают президенты двух стран. Выпускники получат сразу два аттестата. И российский, и киргизский. А это, действительно, мы все понимаем, значительные конкурентные преимущества при дальнейшем выборе жизненного и профессионального пути. В школах будут работать как российские, так и киргизские преподаватели, прошедшие специальную подготовку в вузах России. В новых школах будут учиться 11 тысяч детей. Кроме того, в Киргизии расширяется и сеть российских вузов. Предстоит открытие нового центра МГУ. Алексей Петров, Александр Терпугова, Олег Макаров, София Петросян, Ирина Харламова и Наталья Губина. Вести недели. Вот с этого места я снимал, и уже провожая, так сказать, кортеж, я вслух сказал, Владимир Владимирович, ну пожалуйста, ну пожалуйста, мы вас так долго ждали. Именно Сергей Власов снял видео, как на улицах небольшого села Тургинова Тверской области уже почти в ночи появился президентский кортеж. Владимир Владимирович, выйди, пожалуйста, ну пожалуйста. Владимир Путин не мог не заметить, сколько людей встречает его на главной площади. Мы ждали вас, мы ждали вас, Владимир Владимирович. Мы рады вас ждать, очень рады вас ждать. Рады вас ждать. Да, спасибо. Владимир Владимирович, долгих лет вам жизни. Спасибо. Здорово. Силово. Удачи. Спасибо, что вы к нам приезжаете, нас не забываете. Владимир Владимирович, преклоняемся, к вашей стройке. Чувствуем, вообще просто, не все забывали. Я вам благодарен за такую снициативу поддержку, это самое главное. Эмоций много было, да? Эмоций было очень много. Люди просто аплодировали, люди были в восторге. И они не так были счастливы, что вот произошла такая встреча. Сделав приличный крюк из Солнечногорска, президент совсем не случайно приехал именно в это село на берегах реки Шоши. Места заповедные, изумительная среднерусская природа. Здесь жили и трудились прадеды, деды, отец и мать Владимира Путина. Для главы государства эта земля – родина предков. Село Тургиново известно с 17 века. Когда-то им владел род Романовых, а конкретно дядя, будущего первого царя из династии Михаила Федоровича. Затем село перешло во владение рода Апраксинах, это сподвижники Петра Первого. И здесь до сих пор живут люди, для которых Тверская земля родная на протяжении нескольких поколений. Сейчас Тургиново меняется буквально на глазах. Это яркое здание не заметить просто невозможно. Новейший образовательный центр, который возвели всего за 139 дней. Накануне здесь прозвенел первый звонок. А уже после линейки и уроков сюда приехал президент. Родители-то были за ними, конечно? Да, очень, очень, не ожидали даже такого, честно говоря. При осмотре образовательного центра президента сопровождает директор, а также губернатор Тверской области Игорь Руденя. Такую школу язык не повернется назвать средней. Все выполнено по высшим стандартам. В классах естественных наук лаборатории, в классе тактической медицины, манекены и приборы. Все приборы настоящие, это не муляжи, это рабочие приборы, которым пользуются врачи скорой медицинской помощи нашей спорта. И это все, и это все, это все реально рабочее желание. Моя выпускница сейчас, она учится вместе в Академии, пришла, говорит, у нас в Академии такого нет. Я говорю, вот, у нас есть. Возвращайтесь. Возвращайтесь, да. В старой школе был обычный класс рисования, а здесь настоящая художественная студия. Это для нас просто настоящий подарок, спасибо огромное. Очень хорошо, потому что если действительно у детей есть склонность, есть творчество, то если при создании условий для развития, это вам поможет. Ребята будут заниматься трудом на самых новых станках. Топарный станок, смотрите, современный, все классно. Да, все современное, современный, дочильный. То есть все... Затем, как и витерный станок, но уже современный. Да, да, да. Классно. В кабинете девушек швейные машинки, оверлоки и все необходимое для рукоделия. Владимир Ильич, конструктор такой вот, одним легким движением руки все закрывается и просто шкаф. А открываешь, там такая начинка. То есть девчонки просто... В кабинете физики Владимир Путин познакомился с преподавателем, о котором потом рассказал жителям всего села. Место хорошее, выбор для комплекса, правда? Ой, 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 ой. А это идеальное просто. Отлично, да. И намерение, как и врачи. А это необыкновенное. Слушайте, я с удивлением узнал, что физику преподает, когда-то наук, бывший преподаватель, преподаватель вуза. Военного. Военный академия. Не только. А до этого я работала в гражданском вузе. И работая с детьми с удовольствием, здорово. Уровень плохой. Ну, не плохой. Отлично. Конечно. Ну, мало у нас специалистов, очень. Ну, это понятно. Ну, а вы знаете, сейчас условия будут такие. Да, да, да. Мы очень надеемся. Надеемся. Мы очень надеемся. Я сказала, что самое трудное для меня в работе учителя, это семиклассникам объяснить на их языке то, что я хорошо знаю. Вот это оказывается самым сложным. Он что ответил? Ну, как что ответила? Заулыбался. Кажется, по этой новой школе можно ходить часами. Здесь есть даже музей деревенского быта жителей Тверской области. Это действительно старина. Это старина, но это очень интересно. Да, это очень интересно. Дети понимают, начнут понимать, как это росло, кто они такие. Да. Это же часть культуры. Для занятий физкультурой построен собственный бассейн. Спортзал же здесь просто невероятных размеров. Дети остались в восторге. Ольга Александровна, когда можно? Уже с понедельника физкультура. Готовьтесь. То есть, посмотрите, все снаряды, канаты. Всё, вечером приходи, занимайся. И весь этот образовательный хай-тек не для одного села. Учиться здесь будут дети всего района из десятков деревень. Мы поэтому, когда говорим о ремонте школ, мы же делаем это как раз на сельские школы. Да. И в основном деньги, которые направляются на ремонт школ, они процентов не помыли. На 70, по-моему, именно на ремонт сельских школ. Да. И вот нам это приятно. Он такую надежду вселяет. В места, откуда Путин и родом, президент приезжает регулярно. Да! Мы вас любим! Взаимно! В 2011 году он подарил местному храму Покрова Богородицы икону начала 19 века. А в 2016 вместе с сельчанами отстоял ночную рождественскую службу. Несмотря на то, что президент сам родился и вырос в Ленинграде, куда его отец и мать, уроженцы здешних мест, Владимир Спиридонович и Мария Ивановна, переехали ещё до войны, эти тверские просторы, леса и реки, земля родная. Земля, испытавшая горе. Здесь же, на окраине села Крест, похоронена Елизавета Алексеевна Шеломова, бабушка Владимира Путина по материнской линии. Её в 41-м убили нацисты. Такие братские могилы здесь есть почти в каждой деревне. Тургиновский район был оккупирован немцами всего полтора месяца, но за это время нацисты успели сжечь 9 деревень, 27 школ и 2 больницы. Они расстреляли и повесили 76 мирных граждан. На табличках с именами погибших записаны целые семьи, но и с этим нашествием советский народ справился. Выросли новые поколения, отстроили свои города и сёла. И ежегодный День знаний – один из главных символов новой жизни. Поздравляю вас с началом учебного года. Спасибо. С Новым годом. Спасибо. Спасибо, Владимир Владимирович. Дела, удачи. До свидания. До свидания. Алексей Головко, Никита Корнеев, Сергей Ванилович, Валерия Попова, София Петросян и Кирилл Маликов. Вести недели из Тверской области.